здравствуйте меня зовут андрей голубцов я мастер города мастеров а сегодня мы ведем вас в курс работы с кожей кожа наверное один из самых древних материалов с которым начал работать человек все помнят неандертальцев которые были обернуты шкуры мамонта сейчас кожа делится на несколько видов так называемой одежной кожи то есть это тоненькая кожа который можно делать куртки галантерейная кожа из которой можно делать сумки ремни обложки на паспорта и кошельки и также кожа шорно-седельного ассортимента или чепрак она более толстая из нее в основном делают ремни раньше делали из нее упряжь для лошадей а также еще из нее можно делать и очень интересные сувениры данная кожа выполнена вратительным методом дубления и по ней можно делать тиснение то есть что для этого нужно вот есть кусочек рмд кожи мы губочкой аккуратненько смачиваем лицевую часть кожи во время смачивания кожа меняет цвет становится более темной надо ее замачивать воде а надо просто сверху только один слой кожи когда на половину ее промочить и и затем специальными фон зонами вот они открываются алфавит беру первый попавшийся образуется отчиск и таким образом можно составить любое слово я сейчас совершенно рандомно как еще буква вай Кожа растительного метода дубления при высыхании становится более жесткой. А используя ее свойства, можно делать очень интересные вещи. Например, вот такие скульптуры. Вот это котик, сформованный из кожи растительного дубления с помощью воды. Мы сегодня сделаем маленький колокольчик по типу такого. Тно из кожи растительного метода дубления и с надписью саратов. Для этого нам надо из паунсонов выбрать необходимые литеры. Ну и дальше вам покажу. Смачиваем поверхность. Вот примерно вот так у нас будет форма колокольчика. литеры. Соответственно, вот здесь мы располагаем надпись. литеры. 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 ơiмortть. Танкая. Литеры. Литеры. Лит.- Вот получилась надпись Дальше с помощью ножниц вырезаем Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Вот получился такой конус, мы его сорваем в колокольчик, для этого мы его также промачиваем, но теперь промачиваем его весь. И снаружи, и снутри. И вот, смотрите, кожа стала очень пластична, и из нее можно лепить практически как из пластилина. То есть после того, как мы ее сформуем, и она высохнет, она сохранит свою форму. То есть ту форму, которую мы ей сейчас продадим. Для того, чтобы ее зафиксировать, можно замотать ее сверху ниточками, веревочками. Вот мы намотаем по веревочкам. Дальше можно поставить этот колокольчик на батарею. У нас получился вот такой конус, и для того, чтобы придать большее сходство со шляпой волшебника, мы верхнюю часть загнем крючочком. А потом за этот же крючочек можно будет вешать данный колокольчик на елочку, то есть получится елочная игрушка. Вот так он загнулся. Я посушу заготовку феном. А можно просто положить на батарею. У нас получилась вот такая елочная игрушка. Если вам понравился наш мастер-класс, посмотрите другие наши ролики на нашем канале. Спасибо большое за внимание. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok